Привет, меня зовут Настя. Полгода назад я создала свою онлайн-школу по инвестициям. Через два месяца мы вышли на выручку 1 миллион рублей в месяц. Если вы хотите создать онлайн-школу, я считаю, что необходимо сделать всего лишь 5 шагов. Первое — это понять, на каком рынке вы хотите работать. Нам, как предпринимателям, необходимо понимать, какой потолок есть в той нише, которую мы с вами выбрали. Например, если мы выбираем онлайн-школу по тому, как скручивать провода, либо онлайн-школу, например, кондитерскую, где мы будем людей учить выпекать что-то. Конечно, необходимо понимать, сколько людей будут скручивать провода и сколько таких людей есть в данном рынке, потому что умножая все на средний чек, мы с вами получаем объем рынка и наш потолок, сколько мы можем заработать. Для чего считать объем рынка? Он нужен для того, чтобы понять и посчитать потенциальный объем денег, который есть в данной нише. То есть, у скольких людей есть такая проблема, которая решит мой продукт. И важно понимать, что чем более серьезнее проблема, чем она острее стоящая, тем больше чек вы сможете поставить, тем больше ценности вы сможете людям донести. Если вы не донесли ценность до вашего клиента, клиент вынужден ценность придумывать самостоятельно. Тогда ваша история превращается во впаривание. Второй шаг — это понять, кто вы. Перед тем, как открывать бизнес, необходимо понять свою роль. Бэкграунд — какие у меня есть сильные компетенции, какие у меня есть сильные стороны, кто необходим в команде. Если вы ищете эксперта открывать онлайн-школу в той сфере, в которой вы уже крутитесь, то наверняка вы знаете топов. Я, конечно, придерживаюсь такого подхода, что лучше находить экспертов, у которых есть социальный рупор. Качества, которые позволили ему стать лидером, либо одному из лучших. К нему просто подходите, показываете, опять же, свою компетентность, говорите, что вы можете дать, и что вам необходимо от эксперта. И после этого уже сможете ли вы заинтересовать своими компетенциями этого человека. Шаг номер три — это сделать тест. Понять, что для вас будет хорошим ожидаемым результатом, либо плохим. То есть понять, как вы будете измерять свой результат. Следующий шаг — это выучить финансовый учет. Для нас, как для бизнесменов, очень важен баланс, потому что он показывается, где зарыты наши деньги. Бизнес — это коробочка, в которую вы чем больше положите различных прикольных, нужных инструментов, тем дороже она будет стоить. В онлайне там меньше расходов, и поэтому больше кэшфлоу. В оффлайне же рентабельность гораздо ниже. Первый этап, о котором я говорила, бесплатный. То есть команда, анализ рынка — это все делаете вы самостоятельно. Расходы начинаются на этапе тестирования этой гипотезы, что да, мой продукт кому-то нужен. Следующий шаг после первичного теста — вам необходимо тест правильно проанализировать. Вам необходимо понимать, какие конверсии для вас являются ключевыми, на которые вы будете делать основной упор, и какие вы будете подкручивать. Если есть бизнес-опыт, просто это подтягивает за собой некое лидерство, команда образования, быстрота реакции, быстрота действий, понимание, что следует зачем. Я думаю, что подготовительный этап занимает примерно месяц. Все зависит от вас, от вашей эффективности, работоспособности, умения принимать решения очень быстро и анализировать правильно события, которые случались в вашем бизнесе. Будьте настойчивы, потому что мне кажется, что очень мало людей, кто доходит до финального этапа, финального этапа награждения. Очень многие люди сливаются, и в итоге начинали 100 человек, до середины дошли 30, потом 20 из них опустили руки, и в итоге на финишной прямой остается один. И он обречен на успех. Вы могли бы быть вторым, либо этим человеком, но вы раньше времени сдались. Приходите на бесплатный вебинар от Акселя, акселератора онлайн-школ, где с вами поделятся бесплатными инструментами по быстрому запуску вашей онлайн-школы, что преддаст вам турбоускоритель. Вам успехов!